Родился в Орловской, в 33-м голодном году. Отец придет по рассказам, ну как Николай там, ничего, вот вырос. Тут в Орловской, на Советском жили мы, там сейчас сестры живут. Здесь рос, здесь учился, здесь сам классов кончил. Поехал в технику, в технике учился, но и научился. Ну это ж уже после войны, когда война началась, в 41-м, 8 лет уже мне было. А школа была, где сейчас трехэтажное здание против Киротиана, Киротиана, вот там была Сидиясовская школа, деревянная, четырехклассная. Вот там мы учились. И как немцы первый раз пробомбили, она прыгала в школу, она деревянная была, а учительница вышла куда-то из класса. А потом мы на дверь, и она заходит, и тише, 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 это самолет низко пролетел. Вот так встретили мы войну. Ну и отец же в армии, нету его. А мы перед заходом немцев переехали в Островянку. А сестра старшая осталась тут, мамины сёстры тут остались. Немцы стали угонять в Германию. Шура пришла в Островянку, мамка что-то пришла, не поеду я в Германию, и осталась. Только наши зашли, она ушла в армию, старшая сестра. Ну а мы когда немцев выгнали, мы переехали опять сюда, в свою квартиру, в свой дом на Советском переулке. Скажите, а какой самый страшный день во время войны? Вот что вам запомнилось, самое страшное? Самый страшный день, когда немцы бомбили, уже наши зашли, а немцы пробомбили. Что у нас в хате отбрыла, она деревянная была, Крученок вот так отошёл. От потолка. Скажите, а чем вы обогревались во время войны? Что вы ели, во что одевали? Ну что одевались? Перешивали всё. Брюки с отцовых брюк, куртка с отцовых брюк. Ну тогда же были плечики, вот такие штаны. Первый класс пошёл, мать шивала длинные брюки из папкиных, одевая. А я не хочу, привык же в эти. Отлупила меня, заставила одеть. Вот, одевались что? Фуфайки. Чуяки, галоши, галоши. А там же, ну ботинки там всякие были, всё. Тяжело было. Хлеб аж 150 грамм. Вот идёшь за хлебом, по карточкам же ж. Тётя мне с навеском. Ну она отрежет, как спичечный коробок. Положит сверху там полбулки или сколько. Вот. Это моё. Я съел, а оттуда, не дай бог, отщипнуть. Брат же меньший был, 1939 года. Сёстры уже позже. Эти уже 1949-1946 года. А брат 1939 года. Юра, мать конфеты ж понесёт 100 грамм. Спрячет, я ж найду. Юра, это тебе, это мне. По одной возьмём, и всё. Не так, чтоб все поедут. Макуху ели. Макуху даже гордальную вымачивали, добавляли в муку. Вымачивали гордальную. А если подсолнечное, так это... Можно есть так её. А гордальную, то ж вымачивали. Гордал этот перемалывали, добавляли в муку. Всё было тяжело. Ну, нас что, спасло. Отец вернулся, хоть только столяк, но вернулся. А многие аж не вернулись. Скажите, а вы помните день 9 мая 45-го года? О, конечно. У нас мамина сестра работала на железной дороге стрелочником. И вот 9 мая в час ночи подписали капитуляцию. Это мы после узнали. А в 2 или в 3 часа она прибежала со станции. Мы на Советском жили. Мотя, Мотя, сестра, тётя Зоя. Война кончилась. Это в 3 часа ночи. В час подписали в Берлине. Войну, это, а как капитуляция? А в 3 часа мы уже узнали. И плачем, и смеёмся, и всё. Утром на площадь. Ветер, правда, сильнее был. Полно народу музыка играет. Включают, декларацию читают. И выносят листы, что отпечатаны. Это декларация, что подписали. И бросают. Они с одной стороны только напечатаны. А мы же хватаем, читаем. Радости было много. А тут ещё возвращаться стали, когда война закончилась. Возвращаться стали. Сестра, извините, до Пудапешта дошла. Там закончила войну. Николай Федорович, а что бы вы пожелали молодому поколению? Ну что пожелать? По моим... Ну как, ну как, что им пожелаешь? У тебя своих правнуков уже. Чтоб трудиться не ленились. Чтоб помогали. Стали младшим. Чтоб слушались этих отца-мать.